Здравствуйте! Очень часто на экзаменах, ну и только на экзаменах, требуется перевести обычную дробь в проценты. Я буду объяснять это так, как это делается в пятом классе. Итак, предположим, имеется дробь 1,2. Значит, во-первых, 1,2 надо перевести в десятичную дробь. Для этого единицу мы делим на 2. 1 на 2 не делится, ставим 0 и запятую, и дописываем после единички 0. Берем по 5. 2х5 – 10, получаем 0. Значит, 1,2 – это 0,5. Ну, дело в том, что процент – это сотая часть какого-то числа. То есть, после запятой должно стоять два знака. То есть, мы дописываем 0. Сейчас я сделаю то, что, в общем-то, делать не надо. Но в нашем случае, чтобы вы лучше поняли, я запишу в обычной дроби. То есть, мы берем то, что нам нужно. Это 50, стоящее в числителе, или 50, стоящее после запятой. Давайте рассмотрим еще один пример. Итак, 1,4. Значит, для того, чтобы получить проценты, мы должны 1 поделить на 4. Значит, 1 на 4 не делится. Ставим 0, запятую, и дописываем 0. 10 поделить на 4 – это 2. Получаем 8. 10 отнять 8 – это 2. И дописываем 0. 20 поделить на 4 – это 5. Значит, мы с вами получили 0,25. Ну, два знака после запятой есть. Значит, мы с вами получаем 25%. Далее рассмотрим еще один пример. 2,5 равняется. Ну, для этого мы тоже поделим столбик 2 на 5. 2 на 5 не делится. Пишем 0. Кстати говоря, значит, во многих учебниках не дописывается 0 вот таким образом, а отнимается 0. Сносится двойка и дописывается 0. Вот это, кстати сказать, более грамотный вариант. Итак, 20 делим на 5, получаем 4. Итого мы получаем 0,4. Дописываем 0, что было бы с 2 знака после запятой, и получаем 40%. Спасибо за внимание.